Я написал роман ужасов, который сбыл сын. В 70-х то же самое сделал Томас Зейн. Ни шагу дальше. Если я продолжу писать под диктовку темной сущности, Элис не спасти. Это роман ужасов. Никто не выживет. Вы знали Зейна, Тома Зейна. Вы пресветлая леди из песни. Он оставил мне кое-что. Щелкунчик. Алан вспомнил об этом, стоя на берегу озера Колдорен со щелкунчиком в руках. Алан сделал глубокий вдох и прыгнул. Я смогу добраться к ней и покончить с этим. У меня было похмелье. Голова раскалывалась, а от света было больно глазам. Срочно нужны были темные очки и боли утоляющие. В минуту самообмана я поклялся бросить пить. Через очки я сумел взглянуть на мир. Теперь можно было открыть глаза, не ощущая себя вампиром на солнце. Таблетки быстро подействовали. Бодрствование стало вполне выносимым. На автоответчике было сообщение. У вас новое сообщение. Ал, ты еще спишь? Подъем, подъем. Твоя передача записана на Тиво. Если Элис все-таки ее записала. Она мне тут звонила и устроила разнос. Да, да, конечно. В прошлой ночи мы слегка перебрали. Но положение ведь обязывает. Ал, по-дружески говорю. Ее вмешательство в твою жизнь не сделает твою карьеру лучше. Так? Потом поговорим, Ал. Посмотри передачу. Прошлым вечером я был гостем на ток-шоу. Говорил о последней книге. Шоу должно было быть записано на Тиво. В сегодняшний день, Добро пожаловать на стол Гарри Гаррета. Спасибо, спасибо всем. Сегодня у нас замечательный гость. Я беседую с автором бестселлера Паланом Уэйком о его новой книге. Внезапная остановка. Да, она крутая. Купите ее. Нет, нет, все верно. Так, буду честен. А стоит? Нет, но я все равно буду. О книгах мне рассказывают помощники, ибо я занятой. Но эту я прочел от корки до корки. То есть, теперь я ваш фанат. Ого, спасибо. Для тех, кто не читал, это может быть спойлером. А судя по продажам, таковых осталось всего двое. Но в последней книге главный герой, крутой нью-йоркский детектив, Алекс Кейси, погибает. Это же возмутительно. Измутительно. Зачем вы убили Кейси? Ни в какие ворота? Туда ему и дорога. Нет, серьезно. Семь лет и шесть книг, это много. Он слишком мрачный. Работа была изнурительная. Было круто, но пришло время идти дальше. Моя новая книга будет о другом. Ну вы, эгоист, только о себе и думайте. Хотя за все эти годы вы доставили нам массу удовольствия. Раз уж речь об этом, Кейси точно был мрачным. С девушками ему не везло. Своего рода автобиография? Да, и в самом деле. Подружки Кейси долго не жили. Кейси всегда было больно. Но я тут ни при чем. Я счастлив в браке. Жена моя муза. Ха-ха, поздравляю. Это же здорово. А как прошел ваш рекламный тур? Хорошо, отлично. Но я рад вернуться домой в Нью-Йорк. Да, в новостях вот часто показывают. Вечеринки там и... И вы подрались с каким-то папарацци. А, блин. Этот парень лез мне прямо в лицо. Я сорвался. Да, виноват. А, у вас бурный нрав. Все, я написал пару-тройку книг. Ваш последний роман называется «Внезапная остановка». И он уже в продаже. Купите его. Это и этим двоим, которые его еще не купили. Дамы и господа, на сегодня это все. Спасибо всем за приятный вечер. Алан Вейк, Сэм Лейк. Сэм, можешь еще раз? Вот так. И наши исполнители, поэтс оф зе пол. Всем спасибо и доброй ночи. Забавно вышло. Я сказал себе, что переживу это. Привет, дорогой. Посмотрел? Если хочешь знать, с ней чего глупого я не говорил. Ладно, ворчем. Аспирину дать? Будешь пилить меня из-за выпивки? Знаешь, и ты как-то спать. Но внезапно я разозлился. Скорее... Что, не говоришь со мной? Ну, утром я злилась, поскольку ты сказал, что вернешься в полночь. Я явился в семь утра и сразу отрубился. Сейчас я спокойно. А ты зол? Это чертова поездка. Все пошло кувырком. О, милый. Все почти закончилось, да? Вернемся к норме. И ты снова сможешь писать. Прости, милая. Аллан, ты не в себе. Просто прими душ и иди в постель, а? Да, ты права, милая. Прости. Как только все кончится, давай уедем. В отпуск. Только ты и я отдохнем спокойно. Каким-то образом щелкунчик оказался ключом от дома. Я должен был вернуться на озеро Колдорн, чтобы спасти Элис. Я возвращаюсь на озеро и покончу с этим. Закончу рукопись по своим собственным правилам. И все исправлю. А почему не закончишь ее здесь? Последняя страница осталась в машинке. Сначала надо ее прочесть. Все должно быть последовательно. Зейн пытался схалтурить и поплатился. Ладно, когда выходим? Прости, Сара, но я должен пойти один. Барри, возьми ее ствол. Мисс Уивер, заприте за мной дверь. Удачи, Хэл. Увидимся. На улице было тепло и солнечно. Я нажал на кнопку щелкунчика. Это ли стало причиной? Я не переставал задавать себе этот вопрос. Мне нужно было добраться до озера, пока не стемнело. В истории Зейна я стоял на краю озера Колдорн, собираясь использовать щелкунчика. Туда я и направлялся. При свете дня в окружении красот северно-западного побережья было трудно избавиться от сомнений. Они лезли в душу. Я все еще мог свалить все на сонно или на бред. Воображение с готовностью рисовало нужную картину. Что я все это время провел в доме, в плену у своих видений, обезумев от горя после смерти Элис. Как и убеждал меня Хартман. Наверняка не узнаешь. Я сказал себе, что это не имело значения. Мой путь был определен. Мой путь был определен. Мой путь был определен. Мой путь был определен. Редактор северном Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Не обращай внимания, это мистер Скретч. Твои друзья познакомятся с ним, когда ты уйдешь. Используй щелкунчик. Я шум по образу тропы. Я ухожу от тебя. Что? Я ухожу, Алла. Я встретила другого. И полюбила его. Ленес? Нет. А что ты? Ты меня... Ты меня не любишь. И не мог бы, ведь ты не любишь даже себя. Ты только мучаешь себя работой, от которой тебе плохо. Нет, я... Я выгодил больше всего на свете. Ты... Ты моя муза. Нет. Кто ты? Что ты сделала с Эликс? Аллан? Что ты делаешь? Ключи свет. Что ты делаешь, Аллан? Хватит! Ключи свет! Неправда. Ничего этого не было. Ты не моя Барбара. Том, отпусти. Обещаю быть хорошей. Кашу, развяжи меня, азарни. Я помогу тебе написать шедевр. Я буду любить тебя вечно. Нет. Ты не Барбара Джаггер. Я ошибся. Не надо было мне тебя описывать. Ты вернулась другой. Твое сердце полно тьмы. Убери нож, Томас. Положи его. Он сердце полно тьмы. Я вырежу его. Кто? Кто? Нет. Кто? Желал, чтобы Том был реален. Полно тьмы. Отвяжись от меня, Мегера. Где я? Отпусти. Элис! Элис! Я иду! Твой муж отказался подчиняться. Ему всего-то надо было написать, что я велел. Теперь ты никогда не вернешь ее. Я гораздо старше тебя. Старше, чем твое первое творение. Я найду себе новый облик. Того, чей сон освободит меня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я ощутил присутствие Элис. Понял, что мне нужно сделать. Я знал, каким будет конец ухода. Есть свет и тьма. Причина и следствие. Есть вина и есть искупление. Но равновесие всегда должно сохраняться. У всего есть цена. Вот где ошибся Зейн. Предстоит долгое путешествие через ночь назад к свету. Элис! Элис! О, нет! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Alan? Alan? Роман! КОНЕЦ 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 Это не озеро. Это океан. Алан, проснись. Алан, проснись. Алан, проснись. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...